Продолжение следует... Продолжение следует... Льгов – город в Курской области с населением около 20 тысяч человек. Раньше здесь было производство, винзавод, мясокомбинат. Но сегодня в городе трудоустроиться практически невозможно. Льговчане ездят на работу в Москву, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. А что здесь? Как мусору было полно. Поэтому весь город замусорен. А деньги требуют. А за что платить? Вот бабки из пенсионерки. А мусор кругом, кругом. Ну вообще... Весь город замусорен. А что вы скажете по поводу дорог? А дороги вообще обтратительные. Вот до Льгова первого как доехать? Все на колдобинах. Пусть мэр города старается и за дороги, и за мусором. А как вы думаете, куда деваются ваши деньги, которые у вас... Налоги... А я не знаю, куда они деваются. А как вы вот считаете, вы живете в 21 веке? Я не знаю, в каком я веке живу. Я скоро умеру. Убирали микрофон. Дороги у нас нет. Все в грязи, так что... Ничего тут говорить. Ну а как вы считаете, мы живем в 21 веке или нет? Сейчас? Да. В городе Льгове? Да. 21 век. Ты или вообще в России? Ну на данный момент в Львове. Такое вот, да. Какой, по вашему мнению, век сейчас? 21? 18. Состояние дорог, как и по всей России, обратно пропорционально состоянию счетов чиновников. Город Львов утопает в мусоре. Но местные жители жаловаться на жизнь не хотят. Они привыкли. В конце концов, пережили коммунистов. Переживут и путинское процветание. У нас Ельце откинул лет на 50 назад наш сыгран Рыбачев. Ну а Путин? Ну дай бог ему здоровья, он хотя содержит Россию по дням. Хоть более-менее. Мы на грани катастрофы были в 90-е годы. А сейчас мы не на грани катастрофы? Пока еще нет. То есть нужно еще немножко поджать, подождать, потерпеть, и все будет хорошо, да? Хорошо, но уже не будет. Ну почему? Ну, олигархов, когда прижимут. Спасибо. Криминал. Криминал. А что хорошего? Горы мусора. Света нет по вечерам. Не по ночам, не по вечерам. Горы мусора. А что хорошего изменили? Что стало лучшее? Ну вы же знаете, что у нас, да? Качество рабочих мест сокращается. У нас не развивается... Вообще, как бы, фабрик нет, заводов нет, да? У нас все как бы разрушается. Вот, очень большое количество людей у нас работает. В Москве мужчин в возрасте 40 лет, да? Вот. Но самое такое, то, что вы говорите, в лучшую сторону, фок у нас построили, это вот у нас событие, да? Спортивный комплекс, это у нас событие. А так, на самом деле, каких-то больших изменений я не вижу. Не будем брать мы 15 лет, мы возьмем буквально буквально последние 5 лет. Полный бардак, мое личное мнение. Вы сами ездили по городу, вы видели, по что превращились наши дороги. Месяц назад вы видели, какие были здесь мусорки, что было в городе. Вот как вы судите теперь сами, что никаких изменений мы не видим. Хотелось бы лучше, что-то бы очень хотелось лучшего. Хотелось бы, чтобы что-то изменилось, чтобы хотя бы было жилье, хотя бы работа. К примеру, возьмем Канышевский район. Это наболело. Канышевский район. Вы сами там были, вы видели, строится, все строится. У людей есть рабочие места. У нас все закрывается, закрывается, все валится. Рабочих мест нет. Люди у нас, понимаете, у нас как бы получается, не знаю, можно так сказать или нет, город гастарбайтеров. У нас весь город выезжает в Москву и приезжает с Москвы. Все. Ну, то, что предприятие развалили многие люди и вынуждены ездить до предела города работать, это плохо. А хорошие... Либо что у нас, кажется, у нас все нет, конечно. Свои недры, все свои запасы и газ, все есть. А у нас ничего нет. Тоже, кто живет в Москве, допустим, да, все зарабатывают. Кто именно в Москве живет, а не тот, кто приезжает в охрану там работать, в ЧОП там или куда-нибудь. Ну, у меня вот, друзья, тут полно. Ну, сколько он тут получает? 20 тысяч. Ну, еще надо сам прожить 15 дней эти. И что он домой привезет? Ничего. За последние 15 лет в городе стало хуже. Дороги не ремонтируются, предприятий нету, все поразвалились. Вот сейчас был дровцех, работал у нас в Ольгове. Прекрасные дрожжи делали, закрыли, вырезали все, вывезли. Кому это нужно, непонятно. Ну, это надо спрашивать у нашего руководства. А почему народ не спрашивает? Почему молчим? Боимся, народ. А почему боимся? Потому что мы хотим еще, как бы, себя дальше дожить, до старости получить. А внуки? Ну, от внуков. Ради внуков папа едет зарабатывать денежки, зарабатывать их. На Москву. В каком веке живет курский город Льгов? Уж точно не в 21-м. Хотя, возможно, у русского мира какое-то свое особое летоисчисление. 14 апреля Владимир Путин по телевизору расскажет россиянам о том, как же им повезло жить в эпоху процветания русского мира. А еще он расскажет о том, как Россия будет восстанавливать Пальмиру. Не Миас, не Льгов, не Вязьму, а именно Пальмиру. Потому что у него своя Россия. А у нас своя. Александр Сотник, Роман Переверзев. Сотник ТВ. Редактор субтитров А.Семкин